Ровно месяц остается до главного политического события нынешнего года – выборов президента Российской Федерации. Напомним, что голосование состоится 15, 16 и 17 марта, а на пост руководителя страны претендуют 4 кандидата. Подготовка к голосованию вышла на финишную прямую, и о том, как она проходит на территории Карачаева-Черкесии, нам рассказала председатель Республиканской избирательной комиссии Лариса Абазалиева. Лариса Хасанбеевна, здравствуйте. Ровно месяц остается до начала главного политического события у нас в стране. Расскажите, как у нас в Карачаево-Черкесии идет подготовка к выборам президента Российской Федерации? Сейчас уже можно делать какие-то предварительные выводы о том, как идет подготовка к этому важному для всей страны дню. Прежде всего, если мы говорим о подготовке, полностью укомплектованы, сформированы все участковые комиссии. Их 249 действующих постоянно, и 3 комиссии были образованы в местах временного пребывания избирателей. Это наш уже традиционный участок в Республиканской клинической больнице, где достаточно большое количество людей находится на лечении, и плюс персонал работает посменно. Это наш Архиз, Романтик, где достаточно много людей работает в туристической сфере. И мы надеемся, что и наши гости, которые приезжают на отдых, они тоже по системе мобильный избиратель смогут прикрепиться и проголосовать у нас на нашем всесезонном курорте Архиз. Кроме этого, это участок в СИЗО, где смогут проголосовать люди, находящиеся под стражей, и сотрудники УФСИН. Все комиссии у нас сформированы, все прошли обучение, они получили сертификаты о том, что они прошли тестирование соответствующее. Учитывая важность выборов, расскажите, пожалуйста, как широко будет представлен наблюдательский корпус? У нас применяется видеонаблюдение. На 100 участках, на 99 участках будет видеотрансляция, а на остальных участках будут видеорегистраторы. Таким образом, любой избиратель, представитель кандидата, политическая партия, участвующий в выборах, сможет посмотреть на любой временной отрезок, на любом участке. И таким образом, если у них будет какая-то ситуация, допустим, спорная, человек сможет убедиться в своей правоте или же в том, что он ошибается. Кроме этого, в республике будет действовать центр общественного наблюдения, где на больших экранах можно будет посмотреть любой участок в любом времени. Там же будут находиться эксперты, мобильные группы, которые будут выезжать, если будет какой-то сигнал, жалоба или какая-то конфликтная ситуация. Кроме того, эксперты будут ездить просто по участкам для того, чтобы оценить процесс организации голосования. Мы ожидаем экспертные организации из Москвы, которые приедут тоже. Для нас важно видеть оценку со стороны. У нас будут видеонаблюдения, таким образом, на 100% участках. И плюс 44 КАИБа в республике расположены, все будут применяться. КАИБы – это комплексы обработки в бюллетене, которые пользуются традиционно доверием у избирателей. За все годы моей работы у нас не было ни одной жалобы на участке, где есть КАИБ. Это такая гарантия абсолютной объективности. Вот это все сделано, идет плановая работа. На территории республики работает сервис «Мобильный избиратель». Расскажите о нем подробнее и какую пользу он принесет. Мы работаем на приеме заявлений по системе «Мобильный избиратель», когда человек, живущий все равно в каком регионе страны, от Чукотки до Калининграда, может записаться на любой участок, на котором ему удобно проголосовать. Это очень важно, допустим, для студентов иногородних, это важно для военных, которые зачастую зарегистрированы в других регионах. Это важно просто для коллективов, которые, допустим, МВД, они будут у нас на участках. Соответственно, им удобнее прикрепиться на те участки, где они будут нести службу. Ну и так далее. Поэтому у нас уже 19 тысяч заявлений по мобильному избирателю, и этот процесс достаточно активно идет. Это еще одна возможность, которая у избирателей есть. Многие просто, потому что люди отдыхают на выходных или уезжают к родным, они стараются в пятницу проголосовать, прикрепиться на участок поближе к дому, проголосовать в пятницу и в субботу, в воскресенье уже либо отдыхать, либо посвятить это каким-то семейным делам, не отвлекаясь на голосование. Совсем скоро региональный избирком ждет еще одна важная миссия по домовой обходу избирателей. Расскажите, для чего он сделан и какую пользу это принесет? Мне хотелось обратиться по этому поводу отдельно к жителям нашей республики. С 17 февраля, то есть вот уже через день, и до 7 марта по всей республике члены участковых комиссий пойдут по домовой, по квартирный обход. У них будут специальные жилеты с логотипом нашей избирательной комиссии, значок с символом нашей победы, бейджик, где будет фамилия, имя, отчество и номер комиссии, и удостоверение члена комиссии. Кроме этого, специальная сумка брендированная. То есть перепутать нашего обходчика с какими-то людьми и опасаться, что это мошенники, возможность проверить всегда есть, плюс можно позвонить в избирком, и мы ответим на любой вопрос. Зачем идут наши члены комиссии? Их почти тысячи человек по всей республике. Вы понимаете, что в феврале, в марте столько часов проводить на улице, на холоде, причем ходить они будут и вечером, потому что люди работают многие. Это очень тяжелая работа. Я искренне переживаю за каждого своего члена комиссии, который взял на себя эту функцию. Но это очень важная задача. Во-первых, мы таким образом уточняем списки. Самое неприятное для комиссии, когда в списках оказывается человек, умерший, допустим. Это бывает, если какой-то сбой в системе передачи данных, допустим, не пришли нам сведения о смерти человека. Иногда бывает так, что люди в горе, просто они идут и не получают справку о смерти, и, соответственно, к нам не зайдут сведения о том, что черкуны. Во-первых, мы понимаем, чтобы избежать неточности. Во-вторых, люди очень мобильно сейчас живут. Может быть, только прописались, но мы пока сведения еще из миграции не получили. Вот нужно уточнить сведения, понимать, что у нас актуальные списки. Вторая, еще более важная задача – это рассказать о выборах. Комиссии не могут агитировать ни за одного из кандидатов. У них нет такой цели. Их задача только проинформировать. Проинформировать о времени и месте. Проинформировать о том, что можно проголосовать не по своей регистрации, а прикрепиться на удобный участок. Комиссии имеют право в рамках этого проекта InformWeek прямо сразу оформить заявление на голосование на дому, если человек захочет. Если у человека есть некая причина, по которой он не хочет приходить на участок, заявление может быть оформлено прямо дома. Человеку не надо будет идти на участок или дозваниваться туда. Рассказать о том, в какие дни идет голосование, время голосования, где расположен участок. Вот эта вся задача информирования, она ложится как раз на плечи наших членов комиссии, которые в качестве обходчика с 17 февраля по 7 марта должны будут пройти всю республику ножками. В прошлый раз осенью 152 тысячи домогладений и квартир прошли наши женщины, девушки. В основном это, к сожалению, женщины и девушки. Поэтому огромная просьба к жителям нашей республики. Безусловно, вы можете сверить данные паспорта и удостоверения, бейджика. Вы можете даже позвонить. Но я очень прошу, так как принято у всех наших народов, гостеприимно принять наших членов комиссии. Они, по сути, приходят вас пригласить на выборы. Для наших людей все равно факт того, что к тебе пришли, пригласили, он имеет некое такое значение. Мы показываем свое уважение, мы показываем свое внимание. Поэтому я очень прошу, так же гостеприимно, как на Кавказе всегда встречают гостей, так же отнестись к членам наших комиссий, которые очень непростое время идут по домам. Я сама вот в прошлый раз приезжаю поздно вечером домой и вижу, как по моему двору в моей пятиэтажке бредут уставшие, с сумками, такие замерзшие уже мои члены комиссии участковой. Это очень сложная работа. И, пожалуйста, отнеситесь к ним доброжелательно, гостеприимно. Они хотят сделать так, чтобы выборы для вас были понятны, удобны, и они вас будут приглашать на выборы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова